Добро пожаловать в видеоруководство ведения MaxCuda. Как следует с названием, с помощью этого видео всего за несколько минут вы научитесь всему, что необходимо знать о MaxCuda. Прежде всего, вам нужно будет ввести в MaxCuda ваше имя пользователя, что позволит вам увидеть, кто что сделал и когда. Это особенно важно, если вы работаете в группе. В правой части экрана приветствия вы увидите новости MaxCuda, а также ссылки на бесплатные учебные материалы и другие видео уроки. Первым делом вы можете либо открыть существующий проект, либо создать новый, что я и сейчас сделаю. Проектный файл MaxCuda похож на контейнер, в котором хранятся все элементы вашего анализа, все ваши первичные данные, такие как интервью, изображение или PDF-файлы. После создания проекта вам не нужно будет каждый раз сохранять внесенные изменения, поскольку MaxCuda делает это автоматически после каждого вашего действия. Первое, что вы увидите, это четырехоконный интерфейс, который, благодаря своей простоте, является одной из самых отличительных характеристик MaxCuda. Он настолько прост, что вы можете объяснить его в одном предложении. Здесь вы можете упорядочить свои данные, здесь просмотреть и разбить их на категории, здесь вы можете управлять своим категориями, которые в MaxCuda называется кодами, а здесь позже вы можете извлечь закодированные вами сегменты. Поскольку закодированные сегменты обычно извлекаются на более поздней стадии проекта, в данный момент это четвертое окно скрыто. Вы можете открыть его здесь, на закладке «Начало», рядом с этими кнопками, которые позволяют настроить отображение окна. Прежде всего, мы хотим импортировать некоторые данные, поэтому я начну с вкладки «Импорт». Как вы видите, мы можем импортировать в MaxCuda много различных типов файлов, например, тексты, PDF-файлы, таблицы, транскрипты, изображения и аудио-видео файлы. Также существуют специальные функции импорта для транскрипторов фокус-групп, опросов, библиографической информации, твитов, данных YouTube и веб-сайтов. Пока что я выберу функцию импорта для всех видов текстов, а затем выберу файлы, которые я хочу импортировать. Чтобы выбрать сразу несколько документов, придерживайте кнопку «Shift» и вуаля, они уже импортированы. Можно также просто перетащить файлы из окна Windows Explorer или MacFinder в окно «Список документов». Теперь, когда мы импортировали интервью, нам нужно их организовать. Проще всего это сделать с помощью вот этих папок, которые в Макс Куда называются «Группы документов». Вы можете использовать их, чтобы сортировать разные типы данных. Конечно, это самый простой способ систематизации документов. Позже вы также сможете задать переменные для ваших документов. К примеру, вы могли бы добавить соответствующую демографическую информацию для ваших интервью. Документные переменные можно использовать, помимо прочего, для группировки документов с определенной характеристикой. Скажем, по возрасту или по месту жительства. Это, конечно, упростит работа даже с большим объемом данных. Однако, мы обсудим все это в отдельном видеоруководстве. Теперь, когда мы ознакомились с основами импортирования и организации данных, давайте заглянем в одно из наших интервью, открыв его двойным шелчком мыши в браузере документов. Основное назначение браузера документов – дать возможность кодировать данные. По этой причине режим редактирования данных по умолчанию отключен, чтобы не допустить случайного изменения ваших данных. Если вы хотите изменить содержание или формат данных, вы должны сначала включить режим редактирования здесь. Теперь вы можете редактировать текст по своему усмотрению или переключиться с нумерации абзацев на нумерацию строк и обратно. Но, как я только что отметила, это окно в основном используется для кодирования. Так что давайте займемся этим. Сначала я выбираю сегмент, который хочу закодировать, а затем нажимаю на эту кнопку для создания нового кода. Теперь я могу ввести имя для моего нового кода, выбрать цвет кода и добавить к нему описание. После нажатия на «Ок» мы увидим здесь маленькую кодировочную полосу, которая фиксирует кодированный участок. Шелкнув правой кнопкой мыши в этой области, вы можете настроить некоторые параметры, чтобы определить, какие коды будут отображаться и как. Детали я оставлю для вашего самостоятельного изучения. Для того, чтобы позднее настроить границы этого сегмента, просто выделите сегмент еще раз. Шелкните правой кнопкой мыши на полосе «Кодирование» и выберите «Перекодировать с выделенным сегментом». В дополнение к этой базовой процедуре кодирования данных, MaxCuda предлагает еще несколько полезных функциональных возможностей. Например, если вы желаете применить метод «Crounded Theory» или «Основанная теория», вам понравятся опции открытого кодирования и кодирования in vivo. Опции сочетания клавиш и избранных кодов могут быть полезны опытным пользователям системой дедуктивных категорий. Помимо кодирования, браузер документов также предлагает несколько других опций для работы с вашими данными. Одной из наиболее популярных функций здесь является функция «Мемо». Вы можете либо выбрать сегмент и шелкнуть на нем правой кнопкой мыши, чтобы добавить к нему заметку, либо просто дважды шелкнуть на этой колонке. В результате будет добавлена заметка в этом конкретном месте, который вы можете заполнить дополнительной информацией, ярлыком или ссылкой на определенные коды или закодированные сегменты. Такой быстрый способ добавления заметки двойным шелчком мыши также работает в окне «Список документов», а также в «Списке кодов», на который мы сейчас остановимся поподробнее. Комплексный менеджер заметок поможет вам позже отслеживать все ваши заметки, так что вы не заблудитесь в виртуальном хаосе заметок в дальнейшем. Еще одной полезной функцией для начала аналитической работы является режим парафразирования текстов и изображений. Его можно активировать здесь, на вкладке «Анализ». После активизации режима парафразирования достаточно выбрать сегмент и записать парафразу. Затем парафразы будут отображены в правой колонке. Вы можете в любое время отобразить и скрыть эту колонку, а также использовать ее для отображения комментариев и заметок. Позже парафразы могут быть использованы для создания новой системы кодов. Но это уже тема на потом. Теперь давайте посмотрим на третье окно – «Список кодов». Здесь вы можете увидеть код, который я только что создала с заметкой, содержащий описание кода. С помощью этих кнопок здесь можно ставить новый код верхнего уровня или новый подкод. Кроме того, коды можно легко перемещать и объединять. Все, что вам нужно сделать, это нажать и перетащить их либо вниз, либо вверх друг на друга. Система кодов может содержать до 10 подуровней. И, конечно же, может быть использована для прямого кодирования методом перетаскивания. После того, как я закодировала несколько сегментов, вы увидите эти цифры здесь и здесь. Они отображают частоту закодированных сегментов по каждому коду или документу. Здесь вы можете настроить общие параметры и выбрать опцию «Отображение частот» для свободно определяемого набора ваших данных. Итак, теперь, когда мы закончили кодировать некоторые данные, важно извлечь список закодированных сегментов. А как это делать? Легко. Для этого первым делом нужно открыть окно «Список кодированных сегментов», далее активировать документы, кодированные сегменты которых вы бы хотели извлечь, а также активировать определенные коды, которые вас интересуют. С помощью опции «Простого поиска закодированных сегментов», который, кстати, является стандартным режимом поиска, можно отобразить все сегменты из активированных документов и кодов. Конечно, это только самый простой способ извлечения закодированных данных. Помимо этого, с помощью опции «Комплексом поиска закодированных сегментов» у вас будут дополнительные, более продвинутые возможности для поиска шаблонов внутри ваших данных. Здесь вы можете увидеть, сколько закодированных сегментов было найдено и в скольких документах. Ниже приведен список найденных сегментов, в данном случае они были упорядочены по документам. Также можно упорядочить по коду или по весу кода. В каждом из белых прямоугольников содержится закодированный фрагмент с исходной информацией, который указывает вам, из какого документа произошел фрагмент и какой код был ему присвоен. Простой шелчок по строке кодировки или по названию документа или кодовому имени приведет к тому, что в окне браузера документов отобразится исходное местоположение сегмента в документе. Комментарии, которые вы присвоили к сегментам, также могут быть отображены в дополнительной колонке, как и в браузере документов. Наконец, вы можете продолжить кодирование или перекодирование сегментов непосредственно в этом списке путем перетаскивания. А для того, чтобы сохранить данный набор кодированных сегментов, достаточно присвоить им всем новый код с помощью этой кнопки. Отсюда вы можете распечатать сегменты или, например, экспортировать их в Excel, что позволит вам продолжить работу с ними за пределами MaxCuda. И на этом все. Теперь вы знаете все базовые принципы работы с MaxCuda и теперь можете перейти к более продвинутым функциям. Например, если вы работаете с индуктивными методами и планируете часто использовать коды InVivo, функция Creative Coding поможет вам организовать ваши коды. Если вас устраивает сама система кодов, но вы бы хотели все-таки перепроверить вашу работу, то вам поможет инструмент SmartCoding. Вы также можете ознакомиться с функцией литерического поиска, чтобы узнать, как оперировать поисковыми терминами внутри MaxCuda, а затем автоматически кодировать совпадения. MaxCuda также предлагает множество возможностей для анализа шаблонов в ваших кодах и документах. Очень популярными в этом плане являются визуальные инструменты MaxCuda, с помощью которых можно визуализировать наличие кодов в отдельных документах или в нескольких документах. Кроме того, можно быстро и легко отобразить частоту слов в виде облака слов. Чтобы сделать начало работы с MaxCuda как можно легким и интересным, мы предлагаем вам целый ряд видеоуроков на нашем сайте и на канале YouTube. У нас также есть понятные и легко доступные руководства на нашем сайте. Имеются доступные для скачивания руководства. И кроме этого, мы предлагаем бесплатные вводные вебинары на разных языках. Вы можете также присоединиться к исследовательскому сообществу MaxCuda, чтобы быть в курсе новых разработок в области качественных и смешанных методов исследования. Вы также найдете на нашем сайте список профессиональных тренеров. Или можете сами стать одним из них. И вы даже можете лично посетить нас на нашей ежегодной конференции пользователей MaxCuda MQIC, который проходит ежегодно весной в городе Берлин. Мы с большим нетерпением ждем ваших отзывов и желаем вам всяческих успехов в вашем проекте. Редактор субтитров А.Семкин